Советская армия Во все времена и во всем мире Именно Советская армия Смогла победить И уничтожить фашизм В сложных 40-х-45-х годах Сейчас Я хочу предоставить слово Командующим Восточным округом Союза Советских офицеров Депутату Законодателя Собрания Гришукову Владимиру Витальевичу Дорогие товарищи Земляки и гости Нашего замечательного города Владивостока и Приморского края Сегодня по всей стране В том числе и в столице нашей родины В городе Герои Москве Пройдут митинги и демонстрации Посвященные Дню рождения рабочекрестьянской Красной Советской Армии И военно-морского флота От имени Центрального Совета Союза Советских Офицеров Международного Союза Советских Офицеров Движения в поддержку армии Оборонной промышленности И военной науки Я поздравляю вас со 101-й годовщиной К сожалению, сегодня время Немножко повернулось спять И в наших силах Сделать все Чтобы вернуть нашу страну Нашу великую родину На путь развития и построения социализма В этом главная цель и задача Всех советских офицеров Надеюсь, всех патриотов И естественных коммунистов Что для этого необходимо? Первое Мы должны донести до людей Что сегодня мы живем на территории Оккупированной противником Пришел к власти Либерально-фашистский Оккупационный режим Чем занимается этот режим? Тем и чем должен заниматься В лице Путиных, Распутиных, Медведевых Депутатов Госдумы Совета Федерации И их приклебателей здесь На территории края Чем они занимаются? Они приняли уже ряд федеральных законов По которым А. Отдают землю иностранцам 473-й федеральный закон Подписанный Путиным 29 декабря 2014 года Передает иностранцам Пока на 70 лет 60% территории нашей страны Разве это не предательский шаг? Более того На территории Этих так называемых Опережающих развитие ТОР Я их называю Нашими Майданами Которые официально создает власть Отменяется квотирование Иностранной рабочей силы Сколько хочешь Только ее ввози Дают право иностранцам Голосовать И быть избранными В местные органы Самоуправления Это предательский шаг Долой такую власть Нам нельзя дальше этого терпеть Вместо того Чтобы государству Реализовывать Проекты экономические И социальные На нашей территории Надеются Что придут иностранцы И нам здесь рай построят Это ложь Не думайте вы о том Что у нас демократия Нет у нас демократии той Которой мы понимаем В прямом смысле Диктатура пролетариата Должна быть В этом демократии А вместо этого Нам подсунули Буржуазную демократию Российская федерация Сегодня По всем международным Реестрам Реявляются Управляющей Иностранной Частной компанией Я официально Вам заявляю А директором Этой компании Является Гражданин СССР Медведев Так записано В международном Реестре А поскольку Это иностранная Частная компания РФИ Они не имеют Права распоряжаться Нашими ресурсами Землей Недрами И всем тем Что принадлежало Советскому народу Поэтому мы говорим Долой эту власть Нам нельзя Дальше терпеть Я надеюсь На моих товарищей На моих Боевых братьев Которые вместе Со мной Будут создавать Повсеместно Органы Народного Самоуправления Ибо только Возродив Советскую власть Мы вернем Будущее Нашим детям Мы вернем Им образование Молодежи Будет Рабочие места И зарплата Которая позволит Содержать Троих детей И это тоже Задача наша С вами Ибо если Этого не произойдет Мы все выберем Мы сегодня Имеем Демографический крест И это нужно Признать Более того Те негодяи Которые Дорвались До власти Сегодня Пытаются Ущемить Даже тех Кто это все Созидал И строил Это наши Пенсионеры Помните Путин Говорил Я не буду Повышать возраст Пока я президентом И где его слова Себя в задницу Вставил Таких Как Путин Надо гнать Со всех Постов Мы официально Провели Общественный Трибунал Где признали Что Путин Является Государственным Изменником Нельзя нам Таких Господ Иметь во власти Мало того Мы должны Четко Понимать Что Вся власть Которая Сегодня Мелькает На телевидении Это Нанятые Буржуазии Крупным Капиталом И все Законы Которые Мы Принимаем Они Принимаются В интересах Крупного Капитала Поэтому Зачем Ком же Этому Капиталу Действительно Кормить Наших Стариков Отсюда И нищая Пенсия Сегодня Минимальная Пенсия И зарплата По 21 Федеральному Закону На который Мы голосовали 16 раз В думе И 2,5 Года Его не Подписывал Президент Но мы Его заставили Подписать Говорится О том Что Зарплата У приморцев И пенсия Минимальная Должна Составлять На сегодняшний День 90 Тысяч Рублей Вместо Этого Они Приняли Краевой Закон Это Еще Миклушевский Вносил И я Ему Сказал Ты Что Творишь В этом Законе Вдумайтесь 215 Грамм Приморцу Хлебушка Я Им Раздал Листовку Где Было Сказано Как Кормили Фашистов Когда В плен Брали В 41 Году Самым Тяжелым Нашим 610 Грамм Давали А Если Он Добровольно Фашисту 700 Грамм А жителю Края 215 Что это? Это Геноцид Возьмите Другой Пример На каждого Жителя Края В законе Который Подписал Губернатор Заложен 201 Куриное Яйцо Давайте Посадим Кожемяка На эту Диету Полница В день Пусть Поживет Вместо Того Чтобы Не голосовать За него Единороссы Говорили Мне следующее Гришуков Не прав Раньше Было 199 Яиц А губернатор Два яйца Добавил Поэтому Это Больше Они Проголосовали И Искусственно Снизили Стоимость Потребительской Корзинки В 10 Раз Вместо 90 Тысяч Она Стоит 9 Тысяч А к Этой Корзинке К Ее Стоимости Привязана Минимальная Пенсия Им рот И все Остальное Долой Такую Власть Я призываю Крепить Наши ряды Повсеместно И везде В каждой Деревне В каждом Поселочке Создавайте Отряды Народного Самоуправления Защиты Так же Как Когда-то В 17 Годов Между Февральской Буржуазной Демократической Революцией И Октябрьской Революцией Большевики Создавали Советы Народных Депутатов В это Наша Задача Придет Время Когда нам Придется Взять Эту Власть В руки И продолжать Путь Который Когда-то Начали Наши Деды И прадеды Да Здравствует Социализм Да Здравствует Советская Власть Да Здравствует Красная Армия Военно-морской Флот Ура Товарищи Дорогие Спасибо За выступление Дорогие Друзья Признаю Слово Ирине У нее Дедушка Да 100 лет Военный Офицер Бывший Почти Ровесник Нашей Красной Армии Дорогие Граждане Хочу От всего Сердца Поздравить Вас С таким Ярким Солнечным Днем Пожелать Вам здоровья Счастья От своего Деда Который В то время Когда На западных Фронтах Советская Армия Воевала И защищала Нашу с вами Свободу Он воевал Здесь У вас В Манчжурии А сам Он из Новосибирска Он передает Вам искренний Привет Граждане Владивостока И желает Вам Сытно И вкусно Кушать А если Нам Увеличат Всем Пенсию Спасибо А теперь Слово Ветерану Войны Пледусу Семену Ивановичу Дорогие Товарищи Сегодня Мы Собрались С вами Здесь На этом Прекрасном Месте У памятника Основателя Первого Лирия Социалистического Государства Владимира Ильича Ленина И как Всегда В различные Периоды Мы Собираемся В этом Месте И Надо Нам Обязательно Сегодня Сказать О том Что Кто Создавал Красную Армию Красную Армию Создавала Как раз Советская Власть Началась Она Создание Красной Армии Во время Революции Затем Гражданская Война А затем И Великая Отечественная Война И наша Армия Так сильно Хорошо Созрела Особенно После Отечественной Войны И когда Война Кончилась На Западе И войска Были Перебросаны На Дальний Восток На войну С Япони Здесь Наши Войска Были Рокоссовцы Такие Сильные Что было Просто Смело Смотреть На них И быстро Разделались С японцами А Американцы Сказали Что Советский Союз Затушить Оружием Нельзя Его Его Можно Только Изнутри И Их Ими Руками И был Составлен План Свал СССР На 50 Лет А получилось Раньше Почему Потому что Моряки Которые Ходили На кораблях Ходили В Америку Туда Сюда Возили Груза И им Литературу Антисоветскую Подбрасывали Нам Сюда И была Обработана Наша Элита Наши Вожди Горбачев Ельцин И когда Они пришли Во власть Они пришли Уже Сознательно Разваливать Советский Союз И придумали Они Одно Что Вот Перестройка Какой Черт Перестройка Никто Не знал И они Не знали И народ Не знал Но они То знали Что Чему Готовили Народ 90 Году Чтобы Развалить Советский Союз И В одночасье Расстреляли Верховный Совет Развалили Именно Советский Союз Такую Большую Страну И конечно Этим Вождям Горбачев Вельцин А Горбачев Лучий Немец Стал И никто Его не собирается Арестовывать И расстреливать За то Что они Развалили Союз И расстреляли Верховный Совет И дали нам Капиталистическую Власть И еще Нельзя Подлов Сказать Дорогие Друзья Что Сам Народ Виноват В том Что голосуют За буржуев За капиталистов А потом Ходят По углам И жалуются Что плохо Живут А на выборах Бабушки Приходят И говорят А мы не знаем За кого Голосовать Как это Вы не знаете Когда вы Видели Ту жизнь И эту жизнь И не знаете За кого Это просто Сам народ Наш Привел Эту власть И они Тоже Виноваты И голосуют Опять Продолжают За эту же власть И жалуются Что плохо Живут А нужно Взять пример В Франции Как они Там Бастуют И как Они там Добиваются А что Касается Армии Флота То да Действительно В период Великой Отечественной Войны Под руководством Коммунистической Партии Именно Красная Армия Победила Потому что Именно С ранних лет В школах Военное дело Преподавалось Дальше Освенник Был Да сам был И люди Молодые люди Уже готовые Были в армию И шли Физически закаленными И подготовленными А сейчас После развала Советского Союза И армия не та стала И флот стал не тот И отношения не то И патриотизм не тот Поэтому наша задача Дорогие друзья С вами Объединяться Вокруг Коммунистической Партии И не только Объединяться Помогать Приходить на мероприятия И голосовать Только за коммунистов Потому что Другого выхода У нас нет Нас постепенно Постепенно Притавят к тому Что останется Нас Как американцы Говорили Надо остаться Там 10 миллионов Обслуживать Иностранцев Только А потом дальше Наши вожди Говорят Нету денег Бюджет А мы знаем Где есть деньги Смотрите Раньше Был Верховный Совет В одном лице Председатель Правительства А сейчас У нас два Правительства Президент Правительства И Премьер Правительства Деньги Куча целые Миллионы Так Дальше Верховный Совет Раньше собирался На заседание На 2-3 дня Приняли законы Депутаты Домой А сейчас Депутаты Нижняя палата Верхняя палата И там миллионы Там миллионы И все это Надо сократить Оставить Одного Председателя Правительства И думовцы Депутаты Должны Ходить на заседание Только На 2-3 дня Приняли законы Домой Я завершаю Так Поэтому Дорогие товарищи Действительно Как видите Есть выход Из положения Создавшегося У нас Так Поэтому Нам Нужно Объединяться И самим Думать Головой И не смотреть На то Что нам Передают По телевизору Надо Думать Своей головой Спасибо Да здравствует Коммунистическая партия Да здравствует Красная армия Ура 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 А сейчас Слово Представляется Руководителю Приморского отделения Общественной организации Российские ученые Социалистической ориентации Ембулайев Владимир Николаевич Дорогие товарищи Вначале Позвольте вас Поздравить С праздником Днем Днем Как говорится Защитников Социалистического Отечества Я хочу Напомнить вам Что 101 год назад Когда Мировой империализм Их Решил задушить Молодую Социалистическую Республику Еще только что Начавшись Жить Возрождаться Строиться Они Решили Ее Уничтожить Защита Должна Быть Со стороны Нового поколения Новых людей Новых строителей Нового общества Социалистического Старая армия Не была готова К тому Чтобы защищать Именно Новый строй И в этом положении Россия Оказалась В тупике И все-таки Наше руководство Военное руководство Которое Участвовало Очень большую роль Играл Владимир Личленин Они Сумели Подготовить Части Красной Армии Которые Именно В этот день Стар Один год назад Под Нарвой Под Ревелем Приняли удары Немецких войск И одержали Первые победы Это говорит о том Что мы Можем Организовать Силы Для того Чтобы защитить Наше отечество Мы Это коммунисты Большевики Сегодня Если мы Посмотрим Наше отечество Опять В опасности Ага А я Причем Отсес Наша Отечество Опять В опасности Не то Что в опасности А нас Захватили Нас Теперь Управляют Нами Люди Которые Называются Капиталисты И мы Должны Сегодня Снова Составлять Составлять Наши Боевые Ряды Боевые Ряды Должны Быть У нас Обязательно Для того Чтобы бороться С нынешним Режимом Хотим мы Этого Не хотим Но если Мы не будем Бороться То Сам Этот режим Никогда Не упадет Даже Если Будет Очень Туго Будет Тяжело Будут Они Умирать Но Сами Они Никогда Не Упадут Если Мы Не Поможем Им Упасть Поэтому Мы Должны С вами Именно Мы Это Коммунисты Вместе С вами Которые Нас Поддерживают Которые Состоят Состоят С нами Создавать Боевые Боевые Отряды Пролетариата Для Того Чтобы Бороться С нынешним Режимом Мы Показали Что Один Код Назад Короче Они Хотят Чтобы Мы Действительно Сегодня Могли Быть Победить Но Не От Них Это Зависит А Это Зависит В основном Будет Победа У нас Или Не Будет От Нас Зависит Сумеем Мы Организоваться Сумеем Мы Под Одним Знаменьем Идти Против Нынешних Сумеем Либо Единой Силой Пойти На них И Именно Отвоевать А не Ждать Когда Нам В парламентах Проголосуют За нашу Жизнь Нито Нам Не Да Нито Свободы Жизни Нашей Хорошей Которой Мы Мечтаем Если Мы Ее Сами Не Возьмем Ведь Недаром В интернационале Там Описано Никто Не Даст Нам Безбавление Ни бог Ни царь Ни герой Добьемся Мы Освобождения Своей Собственной Рукой И поэтому Я призываю Вас Как 101 год Назад Именно Защитники Социалистического Отечества Поэтому Мы С вами Говорим О том Что Объединяйте Приходите К нам Коммунистам Будьте Нашими Защитниками Отечества Мы Новое поколение Должны Показать Им Что Мы Сумеем Тоже Как и Они 101 Год Назад Победить Наша Жизнь Будет Лучше Если Мы Все Вместе Будем Решать Отлуч И Луже Задачи А именно Освобождение Нашей Страны От Иго Капиталистов И буржуев Еще Раз Поздравляю Праздником 23 февраля Микрофон 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 Я от всей души хочу поздравить вас этим мужским замечательным праздником. И, конечно же, мы верим в все женщины и надеемся, что настоящих мужиков в нашей стране еще очень много. Пока я их вижу только в партии СПРФ. Мы, женщины партии, чувствуем себя как за стеной. Говорят, что женщина должна себя чувствовать как за стеной. Россия это тоже женщина, она женского пола и она тоже нуждается в стене. В данное время она немножечко качается, я бы сказала, немножечко мясо сказано. И я верю и надеюсь, что в нашу партию будут приходить еще мужчины, настоящие мужики, которые смогут отстоять нашу Родину. Которые смогут сделать так, чтобы женщины и дети чувствовали себя в своей стране уверенно и надежно. Уверенно и надежно. Еще раз хочу всех мужчин, от всей души, кто меня не слышал, поздравить с этим чудным праздником. Как я уже сказала, мужчин в нашей стране очень много. Но они пока что еще не все дошли до нашей партии КПРФ. И вот как я уже сказала, мы, женщины партии, очень чувствуем себя защищенными за стеной. Хотим, чтобы наша любимая Родина, а она у нас Россия, женского пола, тоже обрела эту стену. Чтобы все наши мужчины пришли к нам в партию и смогли отстоять нашу Родину. Чтобы они всем, женщинам, дали уверенность. И детям, конечно же. Вот. Поэтому, уважаемые мужчины, мы в вас верим, мы вас любим, мы на вас рассчитываем. Без вас, конечно же, куда мы, женщины, никуда. Поэтому, с праздником вас, дорогие наши любимые мужчины. Сил вам, здоровья и терпения. Дорогие товарищи, мне через пять дней будет 90 лет. 90 лет. Я приехал сюда с отцом, который воевал, который семь лет отслужил в Севастополе. Мы приехали работать сюда. И ехали все. Укральцы, белорусы, русские, татары, евреи. Все здесь были, работали. И мы жили хорошо, лучше я не видел нигде, никогда, что кто-то жил лучше советских людей. Нас обманули. Нас убили. Эти капиталисты, новые капиталисты, которые научили их там в Америке, они приехали сюда, заняли большие должности, получают большие деньги и убивают нас здесь. Нам надо объединяться. Нам надо помочь нашей партии, нашим коммунистам, нашим дедам, бабушкам, дедушкам, которые воевали за советскую власть. Да здравствует советская власть. Да здравствует коммунист. Ура, товарищи! Дорогие друзья, слово проставляется моему брату Самсонову Александру Васильевичу. Что же, поздравить всех с праздником. Здравствуйте, друзья. Поздравляю вас с праздником. Днем защитника Отечества, днем Красной Армии и военно-морского флота. 101 год назад наши войска спасли Петроград от наступающих немцев. Потом, через 25 лет, спасли еще раз родину, Красная Армия, от фашистов уже. И весь мир спасли. Потом мы построили ядерные ракеты, ядерные бомбы. Но предатели заставили нас уничтожить ракеты, залить шахты стратегические и уничтожить все, все взорвать. Они нам говорили, что вот сейчас мы закроем военные заводы, уничтожим шахты и начнется капитализм. Все будут вокруг друзья. Но оказалось совсем не так. Сейчас снова развивается это все. Американцы снова начинают средние малоданности ракеты и все такое прочее. Потому что нас предали, по главе государства находятся предатели, которые предали, фальсификаторы истории, налили кучу грязи и на Красную Армию, и на наше советское прошлое. Позор им. И, конечно, когда началась история новой России в 91-м году с предательства, с уничтожения нашей армии, и флота, и стратегических ракет, то ничего хорошего, конечно, не приведет. Мы видим, что предатели, как они предателями были, так предателями и остались. Поэтому, конечно, рано или поздно наша страна снова станет нормальной, снова станет великой, с хорошей экономикой. И деньги будут вывозиться не за рубеж, не американцам. То, что сейчас на словах американцы якобы европейцы, якобы наши типа враги, а на самом деле у каждого первого у нас в правительстве и так далее дети за границей, внуки за границей, деньги за границей, любовницы за границей. Потому что, как я уже сказал, с чего они начали, тем и закончились. С предательством начали, с предательством продолжили, с предательством закончили. И поэтому не хочется заканчивать на такой ноте грустной. Я уверен, что наш великий народ и наша великая страна справятся со всем этим. Поэтому, друзья, с праздником, днем Советской Армии и военно-морского флота. Ура! И, друзья, товарищи, хочется добавить, все же воевали и победили фашистов не одни мужчины. Вместе с мужчиной в нашей Советской Армии и не менее героически служили женщины. И не только в медсанитарных частях женщины, а также бомбардировщицы, разведчицы. Как же просто даже когда не хватало мужчин, они брали в руки автомат и убивали фашиста. Так что давайте поздравить не только мужчин, но и женщин. Это наш общий праздник, праздник, день Советской Армии и Советского военно-морского флота. А сейчас слово. Ура! Слово третьему чректору Владивостокского городского комитета КПРФ Александру Сустову. Товарищи, 101 год назад, когда формировалась Красная Армия, ее формировали бывшие офицеры Царской Армии. Они понимали, что только большевики, только вместе они смогут защитить свою родину. Сегодня мы должны также призывать действующих офицеров присоединяться к нам. Что только вместе мы сможем отстоять нашу родину, вернуть советскую власть. С праздником, товарищи! Ура! Ура! Товарищи, просто есть предложение завершать наш торжественный митинг. И в конце хочу зачитать резолюцию нашего митинга. Уважаемые товарищи, сознание рабочей крестьянской Красной Армии было величайшим событием 20 века. Оно было связано с Октябрьской революцией, с защитой безопасности СССР и народной власти. Силы мировой реакции быстро оценили опасность премьера Советской России. Уже в декабре 1917 года Антанта приступила к организации иностранной военной интервенции и гражданской войны в России. Были продолжены военные действия со стороны Германской империи. Началось с формирования Белой Армии. В ответ на это 23 февраля 1918 года вышло воззвание социалистическое отечество в опасности. Состоялось подлинное рождение рабочей крестьянской Красной Армии. Лучшие сыны России составили ее ряды. Воины красноармейцы изгнали иностранных интервентов, разгромили белое движение. Красная Армия продолжила победные традиции русского воинства. Число кадровых офицеров, перешедших на сторону красных, вдвое превышало число тех, кто воевал за белых. Почти половина бывшего царского генерального штаба, включая более 250 генералов, вступили в ряды защитников страны Советов. Советский Союз смог выйти победителем и спровоцировано империалистовым конфликтом на КБЖД, на Хасани и Халкинголе. В годы Великой Отечественной войны СССР одержал победу над коалицией государств Западной Европы. На нашей земле были разгромлены не только германские армии, но и венгерские, румынские, итальянские, финские, а также множество национальных формирований в составе вермахта и войск СС. Это была неравная борьба, закончившаяся великой победой советского народа. Разгромив миллионную Квантунскую армию Японии в августе 1945 года, СССР стал одним из победителей во Второй мировой войне и сооснователем послевоенного мироустройства. Большую часть второй половины 20 века советские вооруженные силы были главным противовесом агрессивной политики США, мирового империализма. С разрушением СССР наша армия понесла тяжелейшие потери. Она оказалась преданной политическим руководствам государства, целенаправленной разрушающим оборону и сдавшим одну позицию за другой. Сегодня создалась угроза национальной безопасности России, ее территориальной целостности, нерешивости границ и суверенитета. Без смены социально-экономического курса и формирования правительства народного доверия решение проблем национальной безопасности России невозможно. Митинг требует правительства, министров-комиталистов Медведева, Орешкина в отставку. Да здравствует новое правительство народного доверия, правительству народного доверия, претворить жизнь антикризисную программу КПРФ, вернуть празднику рабочей крестьянской Красной Армии его историческое название, возродить социальное завоевание советской державы, обеспечить людям труда, достойную жизнь, право на отдых и образование, прекратить русофобию и антикоммунизм как идеология и движения, нарушающие нынешнюю российскую конституцию и законы об экстремизме. Далой диктатуру олигархов и чиновников вернуть власть трудовому народу, остановить рост цен на продовольствие, топливо, тарифы и ЖКХ, ликвидировать коррупцию и производство властей, ввести прогрессивный налог, принять закон о детях войны на федеральном уровне, провести национализацию стратегических отраслей экономики, утвердить доступное образование, медицину, жилье для всех граждан РФ, а не для избранных, отменить пенсионную реформу в ее антинародном виде, увеличить пенсии до 50% от средней зарплаты работника за последние три года. Руки прочь, и мы довольно заявляем, руки прочь от руководителей КПРФ, остановить политические репрессии в отношении председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, бывшего кандидата президента Российской Федерации Павла Грудинина, коммунистов Бессонова, Хладжина. Мы требуем от представителей власти честного расследования и выявления виновников фальсификации выборов 16 сентября 2018 года в Привовском крае. Наше дело правое. Победа будет за нами. Родина, народ, справедливость. Ура, товарищи! Кто за данную резолюцию? Прошу поднять руки. Спасибо. Торжественный митинг в честь 101-й годовщины Советской Армии и Советского военно-морского флота объявляю закрытым. Спасибо.